Всем привет дорогие обитатели ютуба и в этом видео я расскажу об игре King's Bounty Legions. Эта игра относится к жанру игр ММО и сервер скорее всего у этой игры стоит где-то в Америке, потому что пинг тут просто бешеный. Итак, эта игра фэнтези, в которой мы играем за рыцаря, очень напоминает эта игра игру героя на компьютере. У нас есть своя толпа юнитов, там от мишек всяких до христиан, и мы деремся со всеми подряд с нечистью, ассасинами, пауками бешеного размера, строим здания в городах, там зарабатываем славу, деньги и так далее. Конечно же не без доната, раз это онлайн игра, значит тут жесткий донат, но в принципе в нее играть и так можно с удовольствием, все проходится вполне реально, но когда у нас кончается энергия, приходится подождать, и чтобы ее мгновенно просто восстановить, нужно покупать белые кристаллы, которые считаются донатной валютой в этой игре. В принципе, энергия набирается довольно быстро, и минут через 15 можно уже снова заходить и играть. Чем мне понравилась игра, так это тем, что игра полностью восстанавливает атмосферу компьютерной игры Kings Bounty. Поиграв на компьютере, у меня остались довольно хорошие впечатления, и увидев ее на андроиде, я сразу скачал ее не думая, и в принципе я не разочарован, не зря я ее скачал, она мне очень понравилась. Если хотите со мной поиграть, посоревноваться, то добавляйте меня в фейсбуке, устанавливайте игру, спишемся, поиграем, поразвлекаемся, скажем так. Итак, эта игра, ну в принципе, как обычный герой, не знаю даже, ну в принципе она ничем не отличается. Также у нас есть главный герой, который юзает способности, лечит, долбит магией, там, астероидами. Кстати, да, эти способности можно покупать в городах за золото, которое мы получаем в боях, и желательно победы. Там, когда проигрываем, очень мало получаем, а когда выигрываем, ну, более-менее можно насобирать сумму, чтобы купить новых юнитов или способности для нашего героя. Разнообразие юнитов тут довольно широкое, и это можно увидеть в менюшке, который я дальше вам покажу. Там делится на несколько категорий, люди, животные, природа, хаос, и, ну, не знаю, там можно раскачаться очень даже многими способами, и я не советую качать всяких там крестьян, делая ставку на то, что, ну, их много, а они, значит, вытащат игру. Нет, да, там, допустим, тех же крестьян можно купить 48-60, но они не выставят против одного паладина, он за один удар их под 30-35 будет скашивать, и всё. Советую выбирать, наоборот, таких, как, вот, например, у меня медведь там здоровый, змея, их и восстанавливать не так уж и дорого, и бьют они прилично, а медведи вообще отличные танки просто. А стратегия, чтобы выиграть бой, в принципе, очевидная, логичная. Нужно бить сразу сильнейшего, скажем так, и это, как правило, либо герой, который против нас встаёт, либо существа, которых количество больше, потому что чем больше количество, тем больше урона они нам нанесут. Урон подсчитывается, скажем так, по очень простой формуле. Каждый юнит наносит определённое количество урона. Например, лучники, это, если мне память не изменяет, 90 с чем-то урона. А, 12 умножить на 90 с чем-то, и минус, там, какой-то процент, который поглощает броня. Да, это что-то много получается. Тогда что-то я напутал. Ну, обычно в компьютерных играх вот такого жанра, обычно это так подсчитывается. Ну, в общем, главное, что зависит от количества. Ну, это не главное, в общем, что-то меня понесло уже. Просто, чем больше количество, тем больше урона, но живучесть от этого не прибавляется. Вот я вам приводил пример крестьян, поэтому не советую вам ставить ставки на количество. Нужно поживучее выбирать, и так будет попроще выиграть. Пусть у вас там останется 1-2 медведя, но вы победите, чем у вас там будет 100 крестьян, вы всех потеряете и будете всем проигрывать. Также в этой игре есть, как и в любой онлайн-игре, чат, в котором можно пообщаться и понести всякую чепуху. В принципе, там агрошкольников нету, как в Доте или в Вовке. Ну, в принципе, в Вовке их не так уж и много уже. Но общаются люди нормально, если вы нуб, как я, вполне можете поспрашивать там, что и как, кого лучше покупать, что где брать и так далее. Вам все объяснят. По-русски писать там можно, хотя я не понимаю, почему все пишут транслитом. Я вполне комфортно себя чувствовал в чате, писал по-русски, и все было нормально. Есть панелька друзей, в которой мы можем увидеть, какие друзья сейчас онлайн, можно пригласить в игру. И, ну, и так, еще скажу про недостатки. У этой игры недостатки в чем? Как у любой андроид-игры, плохая оптимизация. Ну, как плохая? Ну, в общем, она очень много ест оперативки, и даже на моей таблетке двухъядерной она умудряется иногда подлагивать. Хотя, по сути, игра, ну, я даже не знаю, что в ней может подлагивать. Ну, в общем, это проблема в оптимизации. По сравнению со всякими NFS, Most Wanted и Asphalt 7, здесь ничего такого нету, что грузил бы процессор или видеочип настолько, что прям FPS проседал. Вот вы видите панель юнитов. В лазарете можно их лечить. И сейчас я вам покажу, как их покупать в городах. Ну, да, и в городах же покупаем свитки там лечения или способности героям и всякое такое. Ну, в общем, игра получилась довольно интересная, с приятной графикой. Ну, действительно, очень редко встретишь такую игру. Я на нее наткнулся вот случайно. И был приятно удивлен. Еще бы, конечно, иконку какого-нибудь рыцаря сделали, что типа лошадь бежит, а не ваша фотография из Фейсбука. Это, конечно, тоже немного напрягает, но это дело вкуса, и кому-то это понравится, конечно же, а кому-то нет. Взламывать я эту игру не пробовал, хотя рука чешется, так и охота. Да и мне кажется, я ее не взломаю, потому что раз это онлайн-игра, значит, разработчики должны позаботиться о том, чтобы все так не читерили, иначе не было бы вообще смысла создавать такую игру. Хотя, если честно, у них доход должен быть вообще неплохой такой, потому что даже если пусть всего 10% всех играющих в эту игру будет что-то донатить, то уже там прибыль получается бешеная. Забыл сказать про мастерскую. В мастерской можно собирать всякие предметы, которые мы надеваем на героя, и эти предметы дают бонусу всему отряду нашему. Также можно продавать эти предметы и получать на халяву золото. Довольно интересная вещь. Ауру можно тоже покупать в городах, они только очень дорогие и действуют недолго, но тоже как бонусы вполне в PvP помогают. Здесь есть система PvP, можно с людьми драться, но это, я вам скажу, не скоро. Вы очень долго будете вкачиваться с ботами, и вот я не понимаю, почему нужен интернет. Хотя бы вначале можно было сделать что-то, в принципе, как в Paradise Island. Пока вы качаетесь, вы в оффлайне, а потом, когда хотите поразвлекаться с людьми, идёте в онлайн и там делаете, что хотели. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, отвечу всем, добавляйтесь в фейсбуке. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok